21 апреля представители Лакского национального совета направили обращение к главе Дагестана с просьбой обратить внимание на проблемы вынужденных переселенцев из Новолакского района. Жители сел Дучи, Тухчар, Шуши, Новочуртах, Новокули, Кумторкалинского района Дагестана, где живут переселенцы из Новолакского района, жалуются на то, что их дома разрушаются, поскольку они были построены с нарушением строительных стандартов и нормативов. Вы с какого села выходцы? С Селенища, Новолакского района. И сколько лет здесь живете? Так, 99-го и последние 13 лет мы живем здесь. Оттуда переселили нас. У матери было дома, хозяйство. Сколько домов было у матери? Два дома во дворе было, надевали 50-60 лет хозяйства, бросили все, приехали сюда. Там тоже мы дом не сдавали, сами они дома сдают, так как нам за имущество ни за что не заплатили, компенсации. Приехали сюда и здесь, ей нигде жить. Или пускай вернут тот дом, переселят туда, или пускай ей дом построят, в конце концов. Когда начали строить этот дом? Этот дом начали строить, наверное, в 91-м году. Это были первые дома. Но как война началась, резко люди переселили сюда. Всех. И всем строили только как родители. Первые дома были для родителей. Неоднократно выделялись деньги завершить, но деньги исчезали. Так и не завершили дом. И до сих пор этот дом не сдан. У вас есть документы? Нет, оно не сдан. У нас есть техпаспорт, дали, да. Но они говорят, дом закрыт, дом завершен. Мы говорим, покажите акцию. Никто не может нам показать. Это мы сами штукатурили. Сверху и внутри. Нам не закончили тоже штукатурили. Вот так были у нас штукатурки. Вот в таких условиях мы, я с детьми, здесь жила ровно уже, получается, 14 лет. Я еще не приняла, пока я говорю, завершите мне до конца этот дом. Вот тогда я подпишу и приму. Принимать как я буду принимать? Моего подписа по сей день нету там, в директе. Я обращалась, говорила, чтобы они мне сделали до конца ремонт, как положено, чтобы они мне сдали этот дом. Еще один же в директе работал. Я обращалась, после него обращалась. В дирекции новострою? Да. И теперь тоже, теперь получается, что вы, у вас нет документов на этот дом. Вы не имеете... Они у меня отобрали, в администрацию сдали за то, что я обращалась. Никакого акта, никакого дома. Я сейчас на улице нахожусь. У меня где-то дочка у родственницы, двородной сестры. Сама с родителями там. Мальчик у сестры. Вот так моя семья вот сейчас. Мы на улице находимся за то, что я вот обращалась. Не только ради себя я обращалась, ради людей, ради жителей. Я когда вижу, мне очень больно. Здесь многие вот так вот. Я обращалась в дирекцию, оттуда меня отправили в управление. Дирекцию чего? Дирекцию 300 новостроя. Оттуда... Ну, они сказали, тоже смотрели, проверяли, сказали, этот дом уже принят, ранее еще. Принимала дом моя сестра несовершеннолетняя. Ей было тогда 15-14 лет. Сколько лет назад приняли этот дом? Уже... Ну, 10 лет, наверное, уже даже есть. 10-10 лет. И вы не жили здесь, да? Нет, с года мы живем бабушкой на одном доме тоже, который ели как держится. А вы какие-то работы проводили здесь самостоятельно? Здесь вначале хотели переселиться, обелили, красили. Вот эту часть. Потом уже оставили. Потом не получалось, оставили. Мы приехали и жили с бабушкой вместе здесь. А у вас семья сколько человек? У нас мама, я брат в данный момент. А дом этот мне отцу и матери построены. Четыре или пять раз даже комиссии. Разные комиссии были. И бесплатно. Ну, одни обещания, а дальше обещания делал еще не один человек. Все замазывается, это все опять. В прошлый раз, когда технодзор был, я же говорю, вот с этой комнатой, вот туда руку можно было в щель просунуть. Такая большая щель была, да? Да. Это уже четвертый или пятый раз мажете. А вы сами штукатурите? Ну да. Шатаются. Все шатаются. Вот это все, где полы, вот. Даже здесь вот можно. Вот. Все, я не знаю, когда вместе со стенами все рухнут. Сыпятся потолки, да? Сыпаться. Там тоже сыпались, сами делали. В тех. Во всех комнатах, да? Во всех тоже нет. Ну, не полностью, но местами сыпались все время. А стены трескаются? Стены здесь не треснулись. Треснутую стену я с той стороны покажу. А с внутренней стороны есть такая же щель? С внутренней стороны я отремонтировал. Сколько лет вы живете здесь? Мы с 99-го года, 4 сентября переехали сюда. С тех пор. Вы переехали в недостроенный дом, да? Да, недостроенный. Жили здесь и сами. Свет не было, газ не было. И на окнах, на дверях стекла не было. Такое помещение. Мы в школе жили. Оттуда наш администратор бывший. Он и этот, Айдиев Хажи. Приходил, выходите, детям надо учиться. Куда хотите, идите, выходите. Выгоняли нас оттуда. Куда дед? Говорили, этот дом можно зайти. Зашли. Их не это, зят был своим маленьким детям. Я была больная, лежала тогда на постели. Капала оттуда вниз. На меня келенку поставили. Вот так жили. Написала заявление, поехала. Откуда мое заявление, кому нужно? Наш администратор. Эх, у всех-то, только у тебя, что ли? Так говорили. Это из-за сырости, да? Из-за сырости. Бетонные блоки, кому дом строят? Это даже скотина, сарай нельзя строить. Бетонные блоки. На голые плиты, крепзит. Немножко вот так поставили, и все. Холодно, жить невозможно. Вот болею я. Вот под одеялом всегда лежу. Вот сегодня. Вот этот плитку включают. А газ, плотим только газ. Без этого, ничего, отепления нет. Внимания на нас никого нет. Хоть вы под суд дадите, у вас в карманах воздух пуляется. А у нас в карманах деньги есть, мы любой суд будем подкупить. Вот так говорят нам начальство. Против слова сказать невозможно. В обращении к Рамазану Абдулладипову переселенцы просят главу Дагестана создать специальную комиссию, которая оценит состояние домов и качество их постройки. Также они просят выделить средства на ремонт домов или привести их в порядок за счет государства. Позиция властей относительно жалоб и просьбы переселенцев пока неизвестна. Продолжение следует...